Расскажи о языках программирования, которыми ты владеешь. Я начал работать удаленно. Как ты искал эти работы? Когда ты откликнулся на тысячу вакансий, то вероятность того, что ты найдешь, примерно 100%. Я проверяю, и оказалось, что чемоданы я зря собрал. Всем привет! Добро пожаловать на канал ProcBlog. Мы находимся в Кремниевой долине. И сегодня мы, как всегда, будем говорить об IT, о программировании. Рядом со мной... Меня зовут Роман Пушкин. Я программист из города Сан-Франциско. Тут я про себя написал. Основатель Руби-школы, CEO, CTO тех нон-профита, автор книги, пока одной, но самой лучшей, как я считаю, по программированию, евангелист и популяризатор программирования, человек, который прокачал свой гитхаб-аккаунт до 4,5 тысяч звезд, отец русской демократии, жнец и жрец и надудей грец. А что это значит? Смотрите это видео до конца, и вас там ждет небольшой подарок. Вот так. Спасибо, что помог мне тебя представить, потому что я обычно заговариваюсь, хочется много сказать, но ты очень точно себя представил. Хочу сказать сразу, что мне порекомендовал один из моих подписчиков взять с тебя интервью. Ты известный человек в своих кругах. И сегодня мы, конечно же, поговорим о том, ну вообще о программировании, о твоем пути в программирование. И помимо этого, немножко коснемся путешествий, потому что я знаю, что ты так много путешествовал, а программисты часто мечтают, и вот мы как раз-таки об этом тоже поговорим. Предлагаю начать с твоего пути в программирование. Как ты этим увлекся? Ну, мой путь начался довольно давно. У меня, мой отец, был учителем физики, и потом в колледже в городе Егорьевск, в Подмосковном. И потом, значит, в этот колледж завезли компьютеры. Но никто не знал, как с ними управляться. Вот, и понятно, что самая подходящая кандидатура – это был мой отец. Вот. Ну и, собственно, когда мне было лет 8, наверное, и даже 7, то я получил доступ к компьютерам. И для молодого пацана такого возраста, то есть это было что-то сверх, потому что ни у кого, тем более в не очень большом городе, не было доступа к компьютерам. И я помню, что у меня было много друзей. Мы ходили, играли в компьютерные игры, и я начинал писать свои первые программы на ЭВМ «Корветт». Вот, а это русская, точнее, советский компьютер с американским названием «Корветт». Наверное, потому что он был очень быстрый. Вот, и я начал писать свои первые программы. Вот, ну и потом как-то начал увлекаться программированием постепенно. Вот, ну, то есть благодаря своему отцу он поступил в институт, но я его не закончил. В общем, ну, я не особо об этом жалею, ну, и потом я как-то начал заниматься программированием, веб-программированием и так далее. И сейчас я нахожусь в Силиконовой долине, работаю в городе Пало-Альто. Да, известно. И мы, собственно, в нем-то и находимся, точнее, в университете в Стэнфорде. Мое любимое место для интервью. Давай немного подробнее остановимся. Ты, получается, программист во втором поколении, скажем так. Да, можно так сказать. Расскажи о том, когда твое увлечение вот перешло во что-то серьезное. Ну, на самом деле, мое увлечение, оно до сих пор остается моим увлечением. Я не считаю, что я делаю там что-то серьезное или не серьезное. Мне интересно это делать. Мне нравится то, чем я занимаюсь. Вот, я постоянно пробую делать какие-то вещи. Пробую делать свои проекты, свои... пилить свои стартапы. Я делал много различных проектов. И некоторые проекты я продал. Кто постарше, возможно, помнит меня по одному из первых проектов, который назывался geekjob.ru. Сейчас там сменили дизайн, и сайт выглядит не очень привлекательно. Но если вы посмотрите на ID, у меня вот ID единица. То есть, это как у Павла Дурова ID ВКонтакте, единица. Вот у меня там единица. Это был мой проект, который я продал. Вот. Один из последних проектов – это Libre Taxi. Это нон-профит, которым я занимаюсь. И это альтернатива Uber. То есть, это POC, Proof of Concept. Я решил сделать такой проект по разным причинам. И сейчас я пытаюсь его как-то двигать и продвигать. Сейчас там есть несколько десятков тысяч пользователей. Сам Ричард Столман меня нашел и написал мне e-mail. И мне было очень приятно пообщаться с таким человеком. И сейчас это как-то потихоньку двигается, обновляется код. Проект был переведен на 21 язык. И работает в разных странах. Пользователей кажется, что много. Но на самом деле, если посмотреть на общую картину, то несколько десятков тысяч для всего мира – это пока еще немного. Вот я хочу, чтобы был миллион. Вот тогда это будет что-то. Да. Ну, в любом случае, это очень интересный опыт. Предлагаю немножко откатиться назад и поговорить о том, почему ты бросил университет. Вот я уверена, что многие мои подписчики либо задумываются о том, если они еще только на пути в программирование, они думают, вообще нужен университет или не нужен. И многие уже в какой-то момент думают, а я могу делать, я уже работаю. Зачем мне университет? Ну, я университет бросил, но потом, через какое-то количество лет, я все-таки получил диплом из-за того, что он мне был нужен. И с этим дипломом я переезжал в другие страны, в Германию, в Испанию работал и так далее. А бросил я из-за того, что я был обычным парнем из обычного подмосковного города. Я жил в общежитии, вот. И я начинал учиться в университете после Первой и Второй Чеченской войны. Вот. И как бы в нашем университете там было очень много ребят с Северного Кавказа. Они очень классные парни, вот. Но они немножко специфичные. И как бы я жил в общежитии, вот. И я могу сказать что-нибудь по-чеченски, например. Что это значит? Это значит, девушка в красном, как у вас дела? Привет, как вы? Вот. Ну, несколько фраз до сих пор. Вот. Но как бы из-за того, что я жил в общежитии, сложно было довольно ходить на учебу, когда там у нас были пьянки и гулянки. Я ничего этого не делал. Вот. Я пытался как бы заниматься, но было довольно сложно. Вот. Потом я остался, точнее, не остался на второй год, а ушел в академический отпуск. Просто не вынесли. Скажем так, да. Вот. Ну и потом как-то пошло-поехало, вот. И дальше уже работа пошла. И я думал, что мне это уже не нужно. Вот. А потом я начал думать про эмиграцию. И когда я стал смотреть, везде требуется диплом. Да, действительно. В европейские страны, в большинстве, по-моему, только в Швецию там не нужно иметь диплом. Ну, давай тогда расскажи о своей первой работе, которую ты нашел, вот, участвуй в университете. Моя первая работа, это я работал, ну, даже не программистом, а сис-админом в Институте органической химии. Значит, по ночам дежурил, чтобы там все системы не отключились. Там все было на Unix, надо было знать, там, как еще включить, выключить. Вот. Но меня в итоге потом уволили оттуда. Вот. И моя вторая, как бы, основная такая работа, это была компания CardLink. Мы занимались в числе первых, были вот наравне с Kiwi, там и с другими, по приему платежей в Москве. То есть, было много точек по оплате мобильных телефонов. И, как бы, я вместе со своими друзьями, опять же, из Егоревска, в основном, один парень был из Сибири, вот мы, программисты, собрались и создали систему, то есть, полностью с нуля построили. Мы написали ее на C-Sharp. Вот. Нам тогда было, ну, в общем, мы были очень молодые, вот, но, тем не менее, у нас было очень много точек по всей Москве, и это все работало, на удивление. Расскажи о языках программирования, которыми ты владеешь, и с которыми ты, не знаю, работал или работаешь сейчас, чтобы мы просто понимали твой арсенал. Арсенал, значит, такой. Ну, понятно, что каждый программист, наверное, начинал с Бэйсика. Потом, после Бэйсика, у меня был ассемблер. Тогда было, в общем, очень сложно что-то передать большой по сети, и я думал, вот, мне нужен ассемблер, потому что он позволяет создавать очень маленькие программы. Вот, я выучил ассемблер, вот, потом в институте C, вот, и C-Sharp, это, как бы, после C стал мой основной язык. Я на нем программировал очень долго, ну, относительно. Вот, и до сих пор я его люблю, и иногда что-то делаю. А второй мой язык, это язык Ruby. Я программирую на языке Ruby. Ну, и третий язык, это JavaScript. Если посмотреть на сайт git-awards.com, там есть такой список, топ-список по разным городам. Вот, в Сан-Франциско я в топ-100 по JavaScript. Там где-то на 80-м месте примерно, вот, но там уже в самом топе, там уже компании разные идут, Facebook, там Airbnb и так далее. Вот, так что для обычного программиста хорошо вот попасть в топ-100, и я вот там нахожусь. Часто мне задают такой вопрос, обычно это те люди, которые только посматривают в сторону программирования. С какого языка начинать вход в программирование? Как ты считаешь? Я считаю, что нужно начинать даже не с языка, а с направления. Я могу только сказать про то, что я знаю сам. Да. Я знаю сам мобильную разработку и веб-программирование. Я считаю, что это два направления, в которые можно сейчас пойти. Я считаю себя веб-программированием, вот, и лучший язык для веб-программирования это Ruby, на мой взгляд. Почему Ruby, а не JavaScript? Да, неожиданно, на самом деле. Да, то есть, обычно, когда я говорю Ruby, меня спрашивают, а почему вот Ruby, а не JavaScript? Ну, потому что JavaScript, это асинхронный язык, и если программист не знаком с синхронным языком, то понять асинхронный язык довольно сложно. Ну, не то, что сложно, но сложнее, как бы, например, итерации по циклу в синхронном языке в Ruby, она очень простая, а в синхронном там уже начинаются свои, значит, приколы. Вот. Есть еще Python, Ruby Python, вот, но это уже, как бы, зависит от вкуса. Насколько знаю, если я не ошибаюсь, у тебя с Ruby особенные отношения, у тебя, по-моему, даже есть книга или курс по Ruby, да? У меня есть курс, я сделал этот курс, когда перед тем, как я переезжал в Америку, я зашел на, значит, в несуществующий чат и рассказал всем ребятам с 35-сантиметровыми бицепсами, что давайте, давайте я вас научу программировать на Ruby, и они согласились, и я сделал платный курс на 6 месяцев. У нас были задания по 2, не задания, а занятия, по 2 урока в неделю, по 2 часа. курс получился довольно хорошим, и я выложил его в интернет бесплатно, сейчас он доступен всем желающим, и по ссылке ниже вы сможете его найти. Да, здорово, но почему, вот именно потому, что это достаточно легкий вход в программирование, поэтому ты именно этот язык выбрал для того, чтобы его популяризировать, условно говоря, да? Да, то есть Ruby, в чем фишка Ruby? Это principle of the least surprise, то есть принцип наименьшего сюрприза. Вы пишете, и вы думаете, например, ага, вот это должно быть вот так, и скорее всего у вас получится, то есть вы можете как бы логически додумывать свою программу, и в большинстве случаев у вас получится. Вот, и этот язык позволяет довольно быстро писать программы и создавать программы. Например, вот сайт GitHub, который был продан за 8 миллиардов долларов, Microsoft купила, в общем, вот он как раз был написан на Ruby. Я хотела бы поговорить о твоих перемещениях, перейти к ним. В какой момент ты решил, что ты не хочешь жить в России, ну, или по каким-то, или хочешь просто путешествовать. И как это все началось? Я задумывался об иммиграции очень давно, то есть где-то в 2005, там, в 2006, 2007 году. Если посмотреть на форум «Привет», там вот есть мой ник, я там зарегистрировался, но я не знал, как уехать в Америку. Там есть свои как бы сложности, свои моменты, которые нужно обязательно знать, потому что, если ты их не знаешь, то, ну, будет уехать куда-то намного сложнее. То есть, я задумывался давно, но потом у меня появилась удаленная работа, и я начал работать удаленно, и пропал всякий смысл сидеть в Москве. И мои друзья ездили в Индию, в Гоа, и как бы я думаю, блин, так классно они ездят в Индию, я тоже хочу. Ну, я поехал туда, и в итоге я прожил там три года в общей сложности, у меня было шесть виз по полгода, потом я ездил в Таиланд, в Таиланде я где-то год прожил, ездил в Непал, в Германии у меня была работа в офисе, и в Испании у меня была работа в офисе. Но вот что касается работы удаленной все-таки, ты работал в Азии на какие компании? Ну, не которые находились, правильно, там? Нет, не которые находились там, и не на компании, которые находились в России. Я работал на западной компании, то есть это была Австралия, South Africa, Южная Африка, да, вот на эти. А как ты искал эти удаленные работы? Потому что многие не готовы, например, переезжать даже из России, им хочется жить со своими родителями, близкими, рядом, но они ищут удаленную работу за доллары, условно говоря. Как ты искал эти работы? Я на своем канале рассказываю, ссылка будет в описании, а если вкратце, то найти относительно просто. Есть различные сайты, например, есть такой сайт Upwork, раньше он назывался Odesk, то есть заходишь туда и ищешь. Ну, сначала там будет что-то сложно найти, поиск может занять где-то месяц, создание профиля, прокачка профиля, наполнение информации, но потом как бы если ты будешь откликаться на вот эти постинги в течение первых 5-10 секунд, я написал специальную программу, которая выдает звуковой сигнал, когда появляются новые вакансии, и когда ты откликнулся на тысячу вакансий, то вероятность того, что ты найдешь примерно 100%. Здорово, то есть это просто вот такие фрилансерские сайты, известные аппорт, да? Да. Второй вопрос, который возникает в связи с удаленной работой, это как организовать свое время? Обычно люди вот чуть-чуть поработают на удаленной, понимают, что им очень сложно. Как у тебя обстояли с этим дела? У меня с этим дела обстояли следующим образом. Дело в том, что когда работаешь через эти сайты, там тебе ставится на компьютер специальная программа, и эта программа делает твои скриншоты, скриншоты экрана и так далее, и так далее. И получается, что тебе не нужно там делать какой-то тайм-менеджмент, тебе платят только тогда, когда ты работаешь. Иногда заказчики настраивают программу так, чтобы она еще делала фотографии вашего лица. Ну, то есть тебя просто вот это подстегивало как-то организовывать свое время, да? Да. Но что ты можешь сказать вообще о жизни в Азии? Насколько тебе там жилось комфортно с этой зарплатой? И вот... Жизнь в Азии не очень дорогая. Она, конечно, может быть подороже, чем какие-то регионы России, может быть, даже подороже, чем Крым, вот, но, тем не менее, на тысячу долларов вполне возможно прожить одному, может быть, даже вдвоем, потому что когда ты едешь вдвоем, то не нужно снимать два дома, не нужно снимать два скутера, немножко побольше может быть дом, чтобы там немножко побольше кровать. В общем-то тысячу долларов в месяц должно хватить на то, чтобы как бы жить без особых каких-то излишеств. Почему ты решил уйти с удаленки в офис и переехать в Германию? Как это случилось? Я как-то работал в Гуа, жил в Индии, но потом дело в том, что когда долго ездишь по Азии, очень хочется где-то, как говорится, settle down, то есть осесть. Я вот искал место, куда же мне поехать, чтобы не жить в России, где-то осесть, где-то, чтобы у меня был там свой дом или своя квартира. и дело в том, что если ты фрилансер и приезжаешь в Германию, то у тебя нет легального статуса. Вот единственный способ получить этот статус, это получить блау-карты, блю-карт, голубую карту европейскую, остаться там, вот, и потом уже можно фрилансить, когда ты уже весь этот процесс прошел, вот, тогда можно фрилансить, а так просто тебя там, ну, просто тебя никто не ждет, ты там никак не легализуешься, а если ты хочешь осесть где-то в каком-то месте, то тебе нужно обязательно легализоваться, и, кстати, я, я съездил в эту Германию, я ушел там, мне не понравилась работа, я уехал, вот, я хотел снова найти, но потом оказалось, что как-то сложно мне было поменять работодателя быстро, и мне надо было уезжать, я уехал, не пытался долго найти, ну, относительно там несколько месяцев найти работу в Германии снова, но потом подумал, а зачем я, собственно, Германию ищу, потому что на тот момент я уже немножко в Испании поработал, а поеду я в Испанию, и в Испании есть возможность легализации, она так называется, легализация по оседлости, ты можешь туда приехать, пожить нелегально три года, найти там работу и как бы легализоваться, и я уже собирал свои чемоданы, я нашел уже квартиру, это было в апреле 2014, по-моему, года, и уже хотел уезжать, а там, а до этого я подавал заявку на грин-карту, и результаты в мае, ну, я проверяю, и оказалось, что чемоданы я зря собрал, мне теперь нужно еще сидеть в России и ждать, пока вот это все оформление пройдет, ну, там уже зима наступила, вот, и как бы мне вот приходилось там сидеть и ждать, пока я поеду в США, и сюда я приехал уже, ну, сюда я приехал в офис, потому что здесь свои нюансы, свои сложности, хоть я нахожусь здесь легально, но, тем не менее, проживание в Силиконовой долине, оно, как бы, сложно быть фрилансером, одним словом. Давай поговорим о твоем опыте работы здесь. Вадим, прекрасный день, нас всех уволили. Удаленно в Америке, когда ты искал вот первую свою работу, как они тебя утвердили? Я им сказал, что я приезжаю в Америку. Предлагаю поговорить о твоей книге. Возникла необходимость записать новый курс, и я начал с книги. Вторая книга, которую я рекомендую вам прочитать всем программистам, это Шинель Гоголя. Респект тебе от обычных пацанов. Редактор субтитров А.Семкин